Как правило, в цифровом рисовании предшествует этап создания контура будущего рисунка. Линии контура формируют основу изображения, пусть даже в итоге работы они не видны. В этом видео я покажу вам, как нужно создавать чистые и четкие линии контура. Но прежде всего я хочу предупредить, что рисовать на USB-планшете труднее, чем на бумаге. Так что если ваши навыки пока далеки от совершенства, то рисование на планшете только усугубит ваше неудобство. Если вы только начинаете рисовать, лучше всего нарисовать контуры на бумаге, а затем отсканировать изображение на компьютере. Если вы не желаете пользоваться во время рисования цифровыми технологиями, а я вас поддерживаю в этом, то я покажу вам, как я сам работаю с планшетом. Чтобы исправить неточность стилуса, я обычно работаю в несколько этапов. Я начинаю с быстрого и грубого создания наброска, а затем постепенно замедляюсь. Еще несколько раз проходя по начальному изображению, уточняя и подчищая контуры. Я начинаю с большой, круглой или плоской кисти. Сегодня я выберу круглую. На этом этапе я заботюсь лишь о том, чтобы линии ложились свободно и естественно. Я пока не концентрируюсь на точности изображения. Я просто грубо и быстро набрасываю основные формы. Поэтому на данном этапе важнее пропорция, чем какие-то специфичные детали. Я рисую основные формы объекта, стараясь, чтобы мои линии ложились свободно и быстро. Заметьте, что я уменьшил разрешение, чтобы видеть все изображение во время работы. Я не обращаю внимания на то, выходит у меня рисунок чистым или нет. Мне важны лишь пропорции. Как только я закончил с этапом наброска, я приступаю к первому этапу обработки. Обратите внимание, что справа в одной рамке у меня два изображения. Так я смогу видеть фотографию в увеличенном виде и целиком. То есть у меня один и тот же документ, открытый два раза. На этом этапе я уменьшаю плотность первого слоя, выбираю новый слой и начинаю накладывать новые, более точные линии поверх старого слоя. Если вы когда-либо обводили изображение через бумажную кальку, то этот этап должен быть вам знаком. Теперь я куда больше внимания уделяю точности форм, чем раньше. На этом этапе контуры становятся более оформленными, но это все еще не законченная до конца работа. В дальнейшем, на третьем этапе нам нужно будет обработать и этот слой. Как вы могли заметить, диаметр моей кисти стал меньше, и я увеличил изображение. И как только я закончился вторым этапом, я объединяю его с первым слоем. И я еще раз уменьшаю непрозрачность этих двух слоев. На финальной стадии я буду накладывать точные черные линии. На этом этапе очень полезно увеличить разрешение документа. Нам потребуются дополнительные пиксели для того, чтобы наложить чистые линии на предыдущие контуры. Как вы видите, я еще больше увеличил изображение. Это очень полезно, так как чем больше вы увеличиваете изображение, чем четче в итоге ваши рисунки. Однако в то же время вам труднее заметить проблемы с пропорциями, углами, неверно измельным расстоянием и так далее. Поэтому полезно времени от времени возвращаться к исходному масштабу и проверять, все ли в порядке. Вот почему важно работать в несколько этапов. Так вам будет легче исправить все недосчеты на предыдущих стадиях, чтобы на последнем сосредоточиться на деталях и линиях. Вот итог третьего этапа. Вообще мне нравится, когда рисунок изобилует деталями и выглядит вылизанным. Так для меня это упражнение на самоконтроль. Я учусь работать поэтапно. Но если вы смотрели остальные видео из курса Control Paint, то знаете, что эти три этапа лишь более крупного метода рисования. Суть этого принципа от быстрого рисования к медленному. Очень легко потеряться в рисунке, если слишком рано приступить к работе над деталями. Так что перед тем, как приступить к новому этапу, убедитесь, что вы полностью закончили работу на прежнем. Помните, детали и лост не спасут рисунок, если его основа выполнена с ошибками. Во второй части я немного отвлекусь от работы с линиями и покажу вам немного другой подход работы в цифровом рисовании. Спасибо за внимание.